Он очень занят, он едет в Эквадор за какао-бобами, то сейчас клубнику раздают. Точно такая же технология, как сегодня, разворачивается вокруг Кличко. Сантименты это для лохов. Ливать ему на Европу. Так, он четко сказал за Германию. Мы подключились к газотранспортной системе Словакии. И теперь, как идиоты, покупаем российский газ. ВВП Беларуси за годы независимости выросло в 4 раза. ВВП Украины топчется на месте. Ну, судя по закону, вы олигарх. Вы влияете на медиа. Так, я олигарх. Мои сердечні вітання усім, кто разом із нами на Поліотеке. Сьогодні у нас відомий, видатний экономист Юрій Атаманюк. Юрій Анатольевич, я вас радий бачити в нашій студії. Добрый день, Вадим. Добрый день, уважаемые зрители. Розпочнемо ми нашу розмову з теми, яка безпосередньо стосується нашого п'ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка. В четвер він не з'явився на допит в Службу безпеки України. Замість цього він поїхав на Донбас, де роздавав полуницю військовослужбовцям. Його адвокат Ігор Головань заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко не з'явився на допит через те, що його не проінформували у передбаченому законному порядку. Юрій Анатольевич, як ви таки прокоментуєте? Замість допиту Петро Порошенко, він же п'ятий президент України, стоїть з полуницею. Моє глубокое убеждення, що Україна почнє продвігатися вперед тоді, коли некоторим президентам клубнику будуть передавати родственники в ізолятор временного содержання, коли вони будуть знаходиться під следствием. Знаєте, розвивається Южна Корея, я вже не раз це приводив пример, розвивається Бразилия, розвивається Єгипет достаточно, країни Європи, Хорватія. Все країни прошли через корупційну очистку именно первих должностних лід країни. Ми, якщо ми дивимо топ-стри, але не займаються сегодня бывшими прем'єр-министрами Великобритани, а именно действующим прем'єр-министром, только він поїхав на Кариби, і вже йде изучення морального аспекта цього поступка, поступка нарушення возможного трудового законодательства, корупційного законодательства, хто проплачував, хто організовував, с кем ехав і т.д. Аналогична ситуація, якщо ми помним, по делу вокруг сына действуючого президента США, не могли возникнуть, пока він не був президентом, тільки він став президентом, три уголовних дела открыто, йдет робота. Коли був Трамп президентом, то два імпичмента, поки він був. Вот це зрелі господарства, які дійсно мають рубеж, мають черту. Ну, ще так, щоб дополити на Тан'яху. Пожалуйста, вже второй раз під корупційним преследованням, під проверкой. Це так. А у нас же все время находять каких-то стрелочників. І ми видим два підхода. У нас два топ-политика, вокруг которых сегодня кримінальні вопросы. Медведчук і Порошенко. Ну, Порошенко то повестку не могут вручить, то його найти не могут, то он очень занят, он едет в Эквадор за какао-бобами, то щас клубнику раздають. Медведчука боли начали прессовать, все сразу находили, все делали. Це избирательне правосудие нічого не имеет с торжеством права, а исключительно с правом силы. Поэтому, коли общество голосовало за Владимира Александровича, когда мы голосовали за слух народа, то один из моментов, да, первое, мир, язык, экономическое развитие, восстановление государства, но один из, было требованием общества, запрос в обществе, чтобы дать оценку топ-коррупционерам, топ-чиновникам, и вот это вот, прийдевы снабу демсаджаты, да, этот лозунг, он воспринимался обществом, потому что нужно подвести черту. Можно подвести черту, почему Кравчук из самого богатого государства постсоветского союза сделал самую нищую республику Советского Союза, почему Кучма сделал олигархат, в интересах кого из своих родственников, как проходила приватизация, почему при Ющенко подписывались неправильные и ущербные для Украины газовые контракты, почему пошел стремительные падения производства, где эти именно коррупционные серьезные дела времен Януковича, и в конце концов, сколько говорилось о Порошенко, и Панамагейт у нас был, и Укроборонпром у нас был, и схемы на таможне в налоговой работали, и госпредприятия работали непрозрачно, где это все? Все, что побегали и все, что увидели, это побегали вокруг музея и картин. Давайте мы с вами еще до слова згадаем нещодавнюю пресс-конференцию президента Украины Володимира Зеленского, и журналісти там ставили главы державы вопросы о Порошенко, и нагадывали то, что он сказал на этих всесвитно уже известных дебатах на НСК Олимпийский, и Володимир Зеленский повторил, я став для Порошенко выроком, только он и до сегодняшнего дня это не зрозумев и неусвідомо. Вот на вашу думку. А че щирый тут, в цем утверждении, Володимир Олександрович Зеленский, че лукавить? Мы же понимаем, что такое приговор для президента. Поэтому все остальные моменты, ведь когда идет криминальное производство в отношении кого-либо, и оно заканчивается закрытым уголовным делом, то это в итоге добавляет политические баллы. Это в итоге потом, когда Порошенко идет на выборы, он говорит, смотрите, обо мне много что говорили, вот я два года не у власти, вот меня все проверили, при этом были враги, при этом средства массовой информации, антагонисты, но в итоге следствие убедилось, что я чист, поэтому это все наговоры, поэтому идем вместе со мной к светлому будущему. Поэтому в данном случае это быстрее технология, потому что точно такая же технология, как сегодня разворачивается вокруг Кличко, потому что видят, что он стал конкурентом на выборах, и начинают делать массовую активность. А ведь это люди понимают, что это политически заангажировано. Я являюсь полным оппонентом Кличко, из того, что он превращает город Киев в помойку, но вот было два года, вот брали одного из замов на взятки с поличным, он все восстановился, все работает. Да, были другие вопросы, где этот аудит страны, где аудит Киева по поводу этих долгостроев, по поводу пятикратно завышенных ценно-инфраструктурные проекты, где это все сделано, и дана этому оценку. Поэтому, когда было выгодно договориться с киевской администрацией, договорились, звучали какие-то там фамилии а-ля Коля Тищенко, который был мостиком переговоров между офисом президента и администрацией, все тихо, нормально. Когда подошли к рубежу политической активности, началась вот такая охота на ведьм. Поэтому общество на это смотрит, и это все понятно, это, знаете, такая внутривидовая борьба, как пауки в банке. А кто борется ради того, чтобы менять страну? Кто борется ради того, чтобы изменялась Украина? Ведь я много раз уже тоже говорил такой тезис, что плохо не то, что мы плохо живем, и что экономика в плачевном состоянии, и что многие люди выехали, и что мы сырьевой придаток Запада, что мы не защищаем свой рынок, а плохо, что мы не показываем свет в конце туннеля. Вот мы с вами болели ковидом, да? Мы четко понимаем, это неприятно, это тяжело, это больно. Это тоже неприятно. Да. Но мы знали, что вот лекарства, которые надо делать, вот процедуры, которые надо делать, и мы видели свет в конце туннеля, что это поздно рано закончится, восстановление, и идем на работу. Даже если есть лекари в Украине, которые умеют лековать и допомогать. Спасибо им. Спасибо, да. Тут им было ковдячнее. А со страной ведь то же самое. Государство в болезненном состоянии. У нас сегодня букет болезней, букет. У нас болезнь на религиозном, на языковом. У нас военный конфликт, это считайте, что открытая рана, да, в организме человека. У нас экономические проблемы по всем направлениям. У нас дипломатические проблемы. Гуманитарные проблемы, что касается, что люди просто хотят убегать отсюда. Так, вопрос, а что мы делаем? Вот тут на это действующее сегодня правительство, офис президента, на это сегодня ответа не дает. Поэтому, конечно, будут востребованы новые политические проекты прагматичных, серьезных людей, которые имеют определенный бэкграунд и которые хотят жить в процветающей стране. Цинично это звучит так. Надо капитализировать страну. Вот капитализировать страну, когда страна богатеет, страна развивается. Мы помним, как в 2000-х годах, когда страна развивалась, мы помним, как росла недвижимость, как там то, что имели наши родители в плане даже квартир. Это стоило каких-то денег. Как развивался бизнес. Вот такого хотят люди прогрессивные. Пане Юрію, одразу же відреагую на питання наших глядачів. И снова же таки, хотів би закликати всю аудиторию Политека, яка дивиться зараз цей прямой эфир, за участю Юрия Тимонюка, будь ласка, ставьте свои питания, у нас є година, для того, чтобы все те, что вас, каждый хвилюет, мы это озвучили, и про это поговорили. Зокрема наш глядач пише наступно. Я давно смотрю эфиры с участием Юрия, он все правильно говорит, и у меня возникает вопрос, а почему Юрий не идет в Политику? Я думаю, ответ на этот вопрос наши уважаемые зрители, другие зрители, получат уже буквально на следующей неделе. Я на самом деле веду переговоры, мне предлагают различные центры в Украине, объединение прогрессивных здравомыслящих людей, и я думаю, что придется переходить к другой фазе своей активности, не только к медиа активности, но и предлагать конкретные шаги и просить поддержки людей. Пане Юрию, давайте одразу, как-то кажут, на березе домовимось, что когда станет, особенно для вас это известно, вы обязательно сделаете соответствующую заяву, у нас тут в студии Политека, и расскажете наше уважение. Это будет публично, уже известно, я же говорю, на следующей неделе. Гаразд, тоді нам залишається лише дочекатися. Пане Юрію, от знову ж таки, давайте ще декілька слів ми скажемо про Білорусь, про білоруські події. Ну, з вами, як з економістом, в першу чергу будем говорити про наслідки для економічного співробітництва України та Білорусі. Зокрема, сьогодні стало відомо про те, що Білорусь припиняє постачання бензину А95 в Україну. Про це сказали. Попрошу ввести на екран ребята з сайта «Слово і дело» сделали хорошу аналитику, і здесь виден товарооборот, динамика товарооборота з Білорусью. Вот ми нашими действиями ставимо под удар вот эту диаграмму, но за каждой диаграммой же стоит живой человек. Вот как облетело соціальні сети, що там жінчина после пересадки почки не могла і не може вернуться в Україну, і ніхто об цьому не подумав. Так і що касається наших взаємоотношений з Білорусью. Ми видим, що по результатам деятельності деятельності прошлого года пошел каскад отчетностей госпредприятий України об убытках. Енергоатом – убыток, железна дорога – убыток, нефтегаз – убыток, да, ну то есть, ну, такие алогичные пошли движения в экономике. Ну, теперь мы ждем, что про убытки отчитается госпредприятие «Аэропорт Борисполь». Предприятие – это негосударственное, коммерческое, уже глава наблюдательного совета в прессе Денис Кострожевский выступил, что Жулианой без дотации будет убыточный. Аналогично аэропорты Львов, аэропорты Одессы покажут убытки. Знаете, когда отказывается от направления в Беларусь «Аэрфранс», то мы понимаем, что направление «Париж-Минск» для «Аэрфранса», да, это ноль, запятая, и потом пошло много нулей, и потом где-то единица процента, потому что «Аэрфранс» летает по всему миру, и там только потока в Америку или в Юго-Восточную Азию идут колоссальные. Но когда мы говорим «Украина-Беларусь», это вопросы. Мы говорим о дипломатической вот такой вот противостоянии, а при этом мы забываем, что ведь Беларусь поддержала Украину в том, что Крым наш, да? Ну, а мы к чему подталкиваем… До речи, сегодня в Сочи цифр, потому что ВВП Беларуси за годы независимости выросло в 4 раза. ВВП Украины топчется на месте. Кроме того, давайте мы сейчас вот то, что коснется каждого, вот меня коснется, вас коснется, всех, у кого есть автомобиль, и всех, кто пользуется маршрутками и привязан к автотранспорту, вот коснется всех. Ведь что я кушаю? 50% рынка Украины завязаны Мозырьский нефтеперерабатывающий завод и завод Нафтан, да? Ну, извините за грубое слово, мы просрали нашу нефтеперерабатывающую промысль. У нас было 6 заводов. Херсон, Лисичанск, Одесса, Надвирна, Кременчук. 6 заводов было. Один остался работать. В Беларуси было 2 завода, 2 работают. 83% продукции у них идет на экспорт. Мы останавливали заводы, они проводили реконструкцию. Мы дошли до маразма, что их продукция транзитом через Украину поступает в Европу. То есть, мы Богом данная транзитная страна с портами, с нефтепроводами, с путепроводами, с огромной границей с Европой, мы стали, имея 6 нефтеперерабатывающих заводов, мы стали потребителями белорусского нефтепрома. Ну, молодцы белорусы, молодцы, работают в интересах своей страны. Вот оценка всех предыдущих премьер-министров, всех, кто работал в энергетической сфере, всех президентов предыдущих. Потому что такой вопрос, как работа Лисичанского, Одесского, Херсонского нефтепрома, должен был рассматриваться на уровне президента страны, на уровне РНБО, как его загрузить, какие дать преференции, чтобы он работал. Я через призму людей вам скажу. На Мозырском нефтеперерачивом заводе работает 5000 работников. Динамика за последние 10 лет роста количества работников, потому что они все время делают реконструкцию, добавляют новые возможности, новые агрегаты, новые ступени переработки. На заводе Нафтан работает 10 тысяч работников. Имеем уже 15 тысяч высокооплачиваемых работников, которые работают на экспортно-ориентированных предприятиях. Следующий вопрос, что 50% этих сотрудников из 15 тысяч это люди с высшим специальным образованием. То есть это подтягивает науку, нефтехимию, биологию, другие все твердые материалы, глубинная переработка, лаборатории подтягивает. Это подтягивает образование, это подтягивает мотивацию, это интеллект нации. У нас же ситуация, которую предложил Витренко, когда закрывать урановый рудник. Надо ездить в Польшу, завод будем закрывать. Вот у нас так закрыли. Это думка урядов. 5 заводов. Он про это сказал в статусе выполнения. Поэтому, знаете, вот я хочу мое отношение к санкциям, может быть, оно будет для кого-то скандальным выглядеть. Я попрошу вывести фотографию Джамаля Хашаги и напомнить эту историю, что это правозащитник, журналист, который в Стамбуле в консульство пришел в Саудовской Аравии и не вышел. И потом, как оказалось, его, это была спецоперация Саудовской Аравии. Его там пытали, его там убили, его там расчленили, нашли остатки, в том числе в колодце. И это взбудоражило мировую общественность. Я привожу аналогию Протасевич, мировая общественность взбудоражила. Взбудоражило. То есть, факт кричащий. Чем закончился этот кричащий факт? В отношении Саудовской Аравии применили санкции? Нет. Кто-то разорвал с ними авиасообщение, дипломатическое сообщение, кто-то поставил условие, что кто-то там кровавый диктатор, еще что-то. Наоборот, все успокоилось. Америка продолжает активно продавать свое туда оружие, те крупнейшие покупатели. Америка вкладывает деньги в нефтеперерабатывающую промышленность. Аналогично страны Запада на перегонки. Все нормально, семье выдали компенсацию, все тихо, все спокойно, все красиво. Знаете, мир прагматичен и циничный. Извините, сантименты это для лохов в мировой политике и в мировой экономике. Там, где есть рынок, там, где есть рабочие места, там, где есть энергоресурсы, там, где есть зависимость, там не может быть никакой морали, к сожалению. Иначе бы не было Первой мировой войны. Второй мировой войны не было. Не было бы войны в Афганистане, войны во Вьетнаме, Югославии, цветных революций, войны в Ираке, ничего бы не было. Понимаете? Поэтому мы вышли из Советского Союза, мы сейчас декларируем, что мы хотим европейские ценности, но действуем, и знаете, как в том анекдоте, что я пришел в компанию играть в карты. Раздали карты, положили, объявили, кто победитель. Он говорит, а как же вы объявляете победителя, если вы не видите карт? Так, а мы доверяем друг другу, мы же все джентльмены. И тут мне начало вести. Понимаете? Так вот, мы должны играть по правилам прагматично, цинично в интересах Украины. И если нам, мы зависимы сегодня от белорусской электроэнергии, если мы, имея наши атомные электростанции, мы так поступили с нашей энергетикой, что мы стали зависимы. А зависимы в феврале месяце, когда у нас были морозы, и нужно было добавить электроэнергию, нам добавили в сеть электроэнергию какую? Беларусь и Россию. Понимаете? И сейчас, когда некоторые политиканы кричат, нам нужно быстрее отключиться от системы энергоснабжения Беларуси, России, подключиться к европейской, так возникает вопрос, а вы в интересах чьей страны это говорите? Министр энергетики Герман Галученко сказал, что это с приятыми евроинтеграцией Украины? Конечно, очень с приятыми, но на условиях Европы, но не на условиях Украины, потому что мы подключились к газотранспортной системе Словакии, и теперь, как идиоты, покупаем российский газ через Словакию, оставляя долю прибыли маленькой, но гордой Словакии. Понимаете? А теперь что надо сделать? То же самое надо с электроэнергией сделать? Ну, вот такая задача стоит. Но я бы понял, если бы правительство сказало, мы отключимся, наш план, от электросистемы, от энергетической системы России и Беларуси, потому что мы увеличим мощности наших атомных станций, потому что кредиты, которые мы берем, мы не на проедание, а на реконструкцию, достройку энергоблоков, на увеличение наших возможностей, и поэтому нам хватит нашей электроэнергии, мы поборемся за европейский рынок, куда идет электроэнергия Беларуси в том числе. Мы восстановим работу наших нефтеперерабатывающих заводов, имея внутренний рынок, и поборемся, смозрим за рынок, который они держат в Европе. Так вот это был бы государственный подход. А мы сегодня вот этим розчерком пера не получим в этом году где-то 15 миллионов долларов, которые платит Белавия за пролеты над нашим небом. А никто не придет вместо Белавия, потому что логистика так устроена, что им именно это выгодно, потому что так страны соседние. И вот такая политика приводит к тому, что мы только все время теряем, теряем, теряем. А одно за собой тянет другое. Нету программы развития, нету циничного прагматичного подхода. Я не зря на контрасте привел этот пример с журналистом правозащитника. Юрий Анатольевич, давайте еще раз мы заакцентуем увагу, зокрема, наших глядачей. Вот есть такой вислов, постулат, если критикуешь, пропонуешь. Вот в контексте всей истории с Романом Протасевичем. Как варто было реагировать экономично, политично, дипломатично украинской державе, варховуючи все же таки наши тесные экономические взаимовидносины с Беларусью? Ну, Беларусь всегда обращается к нам с любовью. Ну вот внешняя политика. Все посылы, которые идут от беларусских чиновников, от беларусских бизнесменов. Минский майданчик. В том числе, да, когда возникла горячая фаза в Иловайске, нужно было срочно делать переговоры, нужно было усадить всех за стол и снять напряжение, уйти от эскалации, Лукашенко предложил свою площадку и ее все акцептировали от Франции и Германии, заканчивая Россией и Украиной и представителями незаконных этих непризнанных территорий Востока Украины. Поэтому точно я бы в последнюю очередь делал бы действия, которые нарушают интересы нашей экономики. Вот точно последние действия. Эти действия делаются тогда, когда между странами уже, ну вот, почти как военная ситуация, но нам же не мешает покупать российский газ, несмотря на то, что между странами отношения на порядок хуже, чем с Белоруссией. Ну и Россия, до слова, залишается другим друговым партнером Украины. Поэтому, смотрите, идет геополитика, есть Великобритания, у Великобритании есть основной партнер в Европе это Турция, у Турции Азербайджан, вот звонок с Великобритании и говорят, вот, надо подключилась, чтобы Украина к санкциям. Ну, подключилась Украина к санкциям, уже мы слышим, что уже там Сакар Азербайджанский поставит те необходимые нефтепродукты, ту основную нефть. Ну, определяем, у нас нефтепровод есть, который идет в Белоруссии в Новоград-Волынском Житомирской области распределение, да, то есть самый дешевый вид транспорта, транспортировки, самый дешевый качественный бензин, к которому мы адаптировались. Теперь мы берем ту же самую логистику только с Азербайджана. Ну, Азербайджану хорошо. Туркам, как соратникам Азербайджана, хорошо. Вы видите, что Турция не подключилась к этим санкциям по закрытому небу. Турция, наоборот, говорит, давайте, мы готовы, летайте через нас. Прекрасно. Турция выигрывает от закрытого неба, Азербайджан выигрывает с нефтепродуктами, этот вектор стран усиливает, Украина только в минусе. Ну, я понимаю, если бы цинично Турция сказала с Азербайджана, мы вам нефтепродукты, берите наши, мы их вам дадим дешевле. А еще лучше, мы возьмем у вас нефтеперерабатывающий завод, вложим туда инвестицию и сделаем, чтобы на внутреннем рынке производство было у вас. Тогда это выгодно. Но обратная ситуация, это как с американским жиженым газом, когда Европа берет салжира из Катара, а мы заключаем договор с Америкой, который газ три раза дороже. Ну, это оплата за политическую поддержку, но оплата ценой экономического суверенитета и загоняет нас еще больше вот в такой вот виток поддержки, потому что мы становимся не субъектом. Пане Юрье, а в чьому же проблема? Потому что когда мы говорим про то, как обстоят свои национальные интересы и другие страны, мы можем керевникам этих стран, урядам плескать в долоню. Когда мы говорим про то, как позиционирует себя Украина, мы разводим руками и говорим, что то, что делает влада, независимо от кольористов, независимо от того, кто премьер-министр, это ганебно. Почему так? В чьем проблема? Последний раз, кому аплодировали, вы знаете, когда Ангела Меркель объявила, что она уходит, то вся Германия вышла на балконы и аплодировала, потому что 18 лет у власти демократическим путем побеждала ее партия, имела большинство в Бундестаге, делала коалицию и приводила ее постоянно к канцлеру. И мы видим, как устойчиво Германия проходит и все катаклизмы, связанные с техногенными различными, с наводнениями, с катастрофами, с карантином, как Германия является крупнейшим инвестором, опять-таки в Юго-Восточную Азию, а, к сожалению, не в Украину. У нас аплодировать пока что некому, к сожалению. Поэтому опять-таки у нас люди рвутся к власти, потому что понимают, что не будет потом ответственности. Не будет ответственности. У нас давайте, если мы проанализируем, кто попал из топ-чиновников в ответственность. Да, это Лазаренко под американское законодательство. У Мартынинка сегодня проблемы, но швейцарское законодательство. У Фирташа проблемы австрийское, американское, испанское законодательство проблемы. Все. То есть у нас получается нормальный сценарий топ-руководства страны следующий. Пришел, более или менее эффективно грабишь, параллельно учишь детей и держишь желательно семью в каком-то европейском или в американском городе, работаешь в том числе сдружившись с теми элитами, с теми представителями бизнеса, с теми дипломатами. Для чего? Потому что ты понимаешь, что мне нужно дружить с германской элитой, потому что я хочу, чтобы моя семья жила, например, в Мюнхене. Мне надо дружить, заигрывать с австрийцами, потому что я вижу свою жизнь в Вене. И так у нас... Поэтому я еще раз говорю, что поломать эту ситуацию может тот лидер, та политическая сила, которая пропустит через жернова правосудия топов украинской политики. Прежде всего президентов. Не называючи, пана Юрия, этих призвищ. Я всех президентов уже назвал. Не называючи, я имею в увазі, я іншим имею в увазі. Не называючи призвищ, вы бачите этих лидерів зараз? Ну, майбутніх лидерів? Знаете, мне всегда в украинской власти не первых звеньев, а вот вторых позиций мне нравилось всегда два человека. Мне нравился, к сожалению, покойный Кирпа, потому что был результат работы Кирпы. Конечно, когда строились, я видел, я был тогда на рядовых должностях еще, я как часто ездили поездами, и когда мы видел, когда отстраивается в каждом селе ЖД вокзал, не говоря о каждом областном центре, когда поднялись, восстановились аэропорты и авиасообщение внутреннее восстановилось в Украине. Но, к сожалению, может быть, потому его и не стало, что он был угрозой именно вот такого прагматичного отношения к развитию второй страны. Второе, мне довелось видеть, потому что я в 2012 году от силового блока участвовал в координационном штабе организации Евро-2012, за которые отвечал Колесников. И я видел, как он ставил раком всех силовиков в плане того, чтобы провести все учения, провести все подготовки, чтобы не пострадал ни один болельщик, ни один человек, потому что мы рассматривали разные самые сценарии от массовых драк болельщиков, от ограблений, от бандитизма, от алкогольных отравлений, от техногенов, от того, что что-то обрушится где-то, еще что-то, что не выдержит какая-то проходная часть, на случай терактов каких-то, все это прорабатывалось, чтобы ни украинец, ни иностранец не пострадал. И по эффекту безопасности, вот многие ж не знают, но украинская Евро-2012 на первом месте в мире. Мы не потеряли ни одного человека, ни одного. А до сих пор львовяне пользуются, до сих пор львовяне пользуются львовским аэропортом, да, львовским стадионом, и когда мы перемещаемся по Украине, я там недавно ездил в Харьков, недавно в Одессу, то вот эти Hyundai это чуть-чуть кусочек Европы в Украине. Поэтому я, знаете, я против новых лиц, потому что когда говорят, что пойдем со мной, то у меня возникает вопрос, такой философский, покажи, откуда ты пришел в начале, чтобы потом ты был проводником. правильный если на таке гасло «Идем зі мною», отгукуются такі люди, як Микола Тищенко, то мы, знаете, в одно место зайдемо. Нет, я бы с Колей Тищенко шел бы, например, на организацию команды Украины на конкурсе лучших поваров. У нас есть такой конкурс, в Стамбуле проводят, и, кстати, Украина, команда Киевского торгово-экономического университета Мазараки периодически занимает там первое место. Поэтому, если бы Коля, как известный ресторатор, он молодец, я уважительно к нему раньше относился, потому что человек ушел с такого прошлого, понимаем, какого, которое было в 90-х годах, он начал создавать бизнес, он создавал рабочие места, он делал красотушки, и это было нормально, красиво, отлично. Когда он начал заниматься государственным строительством, извините, непосеньки шапка, и вопросы к тем, кто ему уполномочил это делать. Это нельзя, это преступление против государства. Президент Украины Володимир Зеленский, знову ж таки, згадуем о нещодавно в пресс-конференцию, сказав про то, что ему действительно соромно за многих чиновников, но тут надо сказать, Володимир Александрович, не только вы, червоните, за некоторых ваших коллеги и подопечных, которые на вашем гробу, политике, по международных делам. Мы имеем, вот у нас все это проблемы дипломатии, проблемы, что мы неправильно ориентируемся в международной политике, что мы проигрываем на дипломатическом арене, у нас конфликт просто со всеми, а с кем нету конфликта, мы у тех вызываем просто брезгливость или раздражение, потому что коррупционные, проворовавшиеся, беспорадные, знаешь, и при этом приходим, дайте денег, но дайте денег, когда они у вас есть под ногами, это не воспринимается, когда приходит там центральная африканская республика, где у людей нету денег, чтобы импортировать воду, где нету дорог, где нету денег, чтобы там прививки от полиэмилита сделать и эпидемии болезней, то это общество богатое понимает, чтобы не было, почему они туда дают, чтобы не было гуманитарной катастрофы, чтобы не было беженцев, потому что другого варианта нету, и нету еще готовности вкладывать туда инвестиции, но когда Украина говорит, что нету денег и приезжают люди уже с официальными миллионными зарплатами и с известными всему миром неофициальными многомиллионными доходами, понимаете, то о каких можно говорить отношений к нашей стране, и тут Яременко глава комитета по международным делам, но не должны были очиститься от Третьяковой, которая асоциальный человек, она на комитете по социальной политике. Поэтому, когда стыдно, то делаются выводы, а когда выводы не делаются, так это не стыдно, это неприятно, это раздражительно, он меня раздражает, но я раздражает меня водитель, но я его терплю, а если водитель собьет машину, то есть собьет человека. Можно терпеть, если профессионал, характерами не существует. если собьет человека, так что, это тоже надо терпеть, то есть моменты. Пане Юрю, давайте будем переходить и до наступных тем, зокрема, президент США Джо Байден, заявивши, что его адміністрация решила скасовать санкции щодо газопроводу Північный Потік-2. Насколько я знаю, у нас есть видео, режисеры, пожалуйста, можем мы показать, так, можем, вмикайте президента США. Почему вы решили встретить с президентом Путином? Почему вы позволите Германию и Россию продолжить строить Норд-Стрим-2? Потому что это почти полностью синяк, номер один. Идея, что ничего, не как я могу позволить Германию сделать что-то сейчас. Я был против Норд-Стрим-2, в начале, но это почти полностью . Сказал американский президент, мы не хотим обсуждать отношения с Европой, а проект фактически уже добудован. Плевать ему на Европу. Он четко сказал за Германию. Поэтому, если бы вы гипотетически представили, что был бы нефтепровод из России, не хочу обидеть никакие страны, например, Румыния или Болгария, то в стойло поставили бы всех до вечера. Поэтому это лишний раз говорит, что считаются сильными. А вот с сильной Германией, при условии, что во Франкфурте печатаются евро, что Германия является крупнейшим держателем американских ценных бумаг, крупнейшим инвестором во всем мире, крупнейшим геополитическим игроком, и она играет основную скрипку в Евросоюзе, так вот в таком случае с Германией играть нельзя. Вот и все. Вот ответ на все вопросы. И поэтому у Украины, у которой природные ресурсы в два раза дороже, разведанные, чем природные ресурсы Германии, Украина, которая больше имеет точек роста, потому что вот что можно сделать, например, в том же Франкфурте, или там в каком-то другом немецком городе. Он уже вылезан, там уже некуда и инвестиции вкладывать, и экономика самой Германии, если бы она крутилась внутри Германии, она бы стагнировала. Они деньги в банк берут, и немцы за это платят 0,2%. Отрицательный. Ставка по депозиту отрицательна. Отрицательный. Некуда вкладывать деньги. Все их прибыли это за рубежом. А в Украине, пожалуйста, развивайтесь. Может быть экономический бум. Вот просто экономический бум, все для этого есть. Мы же находимся практически на дне. Понимаете? Поэтому только запускай переработку сельхозпродукции, только запускай машиностроение, только запускай любые... Для этого же должна быть. А законодательная база? Ответы есть на все. Вот в мире на все есть ответы. Ну, например, вот есть такая ответ, как фискальная нагрузка ВВП. Вот она у нас 41,5%. А в Китае фискальная нагрузка ВВП 18%. Китай показывает устойчивый рост. То есть показывает, чем выше налоги, тем страна становится менее развивающей. Понимаете? Когда нас сравнивают с европейским налоговым законодательством, с европейскими ставками. Послушайте, это старые деньги, это хорошая инфраструктура, это высокие зарплаты и высокие расходы. Это разные вещи. Но в свое время, когда они были слабые, там были другие налоги, там была другая экономическая полибия. И там не было разговоров о свободном рынке. О каком свободном рынке? Со времен буржуазных революций каждая страна завоевывала, держала свой рынок закрытый. И когда возникали там Ливерпуль, Манчестер, города, они росли. Они росли за счет протекционистской политики, тогда на тот момент по шерсти, для того, чтобы поддерживать свою ткацкую промышленность. Когда пошла, поддержали. Аналогичная сталелитейная промышленность США, которая была двигателем. Которая пошла сталелитейная промышленность, пошла строительство железных дорог, улучшилась логистика. Морган Стилл. И понеслось, понеслось, понеслось. А вокруг этого финансы закрутились, потому что, ну и на создать акционерное общество, финансировать ту же самую железную дорогу. А вдоль железной дороги пошли строиться городки, инфраструктура, и пошло развитие страны. На вашу думку, Украине треба утверждать политику протекционизма? Конечно, конечно, однозначно. Однозначно надо пересматривать вот эту экономическую часть, ущербную для Украины с Евросоюзом. У нас все есть внутри, у нас хорошая конъюнктура. Мы, вот макроэкономически, Украины красивая картина. У нас растет экспорт и будет продолжать расти стоимость экспорта нашей сельхозпродукции, нашей добывающей, там, то, что имеется в виду, железной руды. В мире все больше и больше требуется металла, требуется удобрений, так как более интенсивно используется сельское хозяйство. Это наши химпромы. Но просто нужно заниматься этими предприятиями. Нужно, чтобы эти химпромы не работали на мощностях 80-х годов. Ими управлял Фирташ непрозрачно. И вся прибыль оставалась, скачок прибыли оставалась у него в Швейцарии или на Кипре. И мы смотрели, как он красиво покупает за 50 млн евро дома на Капфера и в Вене. И вот смотрим вот это шоу «Суд над Фирташем». Пять лет суда над Фирташем. И Фирташ 200 млн евро положил на депозит в Минюст Австрии, чтобы не сидеть в тюрьме. И это не то ли разумов про деолегархизацию? Ну, то есть поэтому все ответы есть на поверхности. Ну, в начале этого надо, чтобы хотели первые лица страны это сделать, капитализировать страну. Второе, чтобы занимались этим люди профессиональными. У нас, к сожалению, нет ни первого, ни второго. На жаль, пане Юрю, перед тем, как мы с вами будем еще говорить про законопроект, про олигархи, я хотел бы, чтобы вы прокоментовали в контексте «Певничного потока-2» заяву, которую сделал министр закордонных справ Дмитро Кулеба. Він сказал наступное. Украина продолжит бороться за защит своих интересов, пока строительство газопровода «Певничный поток-2» не будет завершено полностью. Ничего не завершено, пока оно не завершено 100%. До речи, я про это говорил Державному секретарю США Энтоні Блінкену под час нашей встречи. Ну, вот, ну, Тарабарщин, что тут комментировать? Это из разряда людей, которых надо комментировать не через призму, а дипломат. Это вот такие набор слов в экономике от Милованова можно услышать. Півтора висотка ВВП від Рынку зали, так? Это такое, это психофизиологическая тут проблема с людьми, которые приходят и возглавляют нашу дипломатическую всю работу в Украине. Конечно, будет достроено, это уже все, весь мир услышал от президента США. Но Крим в метро Кулебе, так и важный. Да, и второй вопрос опять-таки, а что Украина делала все это время? Какие есть у Украины альтернативы? Ничего же не строилось свое, ничего же не добывался свой газ, не расширялась добыча, не расширялась переработка, не думали, каким образом, может быть, строить нужно терминал по сжиженому газу. Это больше к специалистам роли энергетики, но ничего не делаем, а просто ждем, что вот как у Остапа Бендера, за границей нам поможет. Вот у нас руководство страны сегодня, это такой собирательный образ Остапа Бендера, но не поможет за границей. Захід просто так не допомогатима. За границей не то, что непросто, не непросто, вообще не поможет. Вот могут лодки надувные передать? Холодильник. Опять-таки, холодильник, если купите у них вакцину, дорого, по коммерческой цене, засекреченный. А засекреченный, потому что в разные страны продают по разным ценам. И эта цена очень сильно варьируется. И я думаю, что у нас не низшая цена, к сожалению, а более высокая. Опять-таки, ну что знают, что у нас есть резервы, есть деньги. Пане Юріо, на завершение нашей разговоры, с окреми, глядачи, очень просить, чтобы мы с вами обговорили законопроект про олигархов. Я нагадаю, что вчера видание «Дзеркало тижня» оприлюднило на своему сайті основные тези этого законопроекта про олигархов. И Михайло Подоляк, это радник главы Офису президента Украины, что правда, спростував и сказал, что то, что оприлюднило «Дзеркало тижня», не отвечает дійсностям. Тим не менее, если уже анализовать этот документ, то олигархи визначатимы это за трьема критериями. Таких осіб зобовяжут подавать декларации, заборонят брать участь у великой приватизации и владеть медиа. Что же это за критерии? Это те люди, которые берут участь в политическом жизни, мают значный влияние на засоби массовой информации, действуют контроль значительно за обсягом господарской деятельности. Тобто, пане Юріо, по-перше, как вы ставитесь, что деятельность олигархи будет обмежена певным законом, и что этот закон не делается под когорту певных осіб? Ну, судя по закону, вы олигарх, вы влияете на медиа, вы имеете активную роль в политической жизни. Так, я олигарх. И активно, и имеете большую долю в самом крупном ютуб-канале страны. Можете після Ахметова додати, что на нережиссер мою форму. Поэтому можно вас туда размещать. Сміх сміху. А вы мне скажите, пожалуйста, аналогичные законы есть в развитых странах мира? Вот законы про олигархов? Нет. Ну, здається, что це український ноу-хау. Нету такого, потому что есть законодательство антимонопольное, уголовное. Поэтому, пожалуйста, вот сейчас много говорят об амнистии. Вот я говорю, что амнистия должна проходить для тех сверхбогатых людей, которые имеют в своих активах бывшие государственные предприятия. Потому что все бывшие государственные предприятия приватизировались непрозрачно, где-то криминально и где-то в противоречии интересам всех украинцев. И те, которые имеют монопольные рынки. Вот для них должна проходить амнистия. Вот у них должна быть ставка амнистии, это подоходный налог, 18%. Пока продолжается военный конфликт, плюс военный сбор, полтора. Вот, допустим, пятую часть. Вот, и это должно быть для всех и открыто. Вот, любой олигарх должен радоваться, что ему государство дает возможность уплатить пятую часть. Для этого должна налоговая служба проверить. Потому что, вот вообще, знаете, как возникла налоговая полиция, как-то рассказывал, в Нидерландах. Они собрали специальный налог со всех голландцев, которые во время Второй мировой войны экономически сотрудничали с Третьим рейхом. За счет этого дополнительного налога они восстанавливали разрушенный после бомбежки, там, Амстердам, Роттердам, Гаагу. А как обсчитать этот налог? Никто ж не скажет, сколько он заработал. Вот возник фиот. Это прообраз налоговой полиции, которая изучала прямыми и непрямыми методами, сколько ты конкретно заработал с Третьим рейхом, сколько ты должен уплатить налог. Вот такая же ситуация должна быть в Украине. Вот взяли там Фирташа, посмотрели, ага, предприятия все, не он же строил, с нуля предприятия строили родители. Кимпромы, титаномагниевые комбинаты. Правильно? Все, что касается газотранспортных систем, облгазов, он же ничего не построил, кроме своего дома. Поэтому вот взяли, обсчитали это все, пятую часть, пожалуйста, уплати. Уплатил пятую часть, после этого прошел через амнистию. Ну, пятая часть, я скажу, это бы исчислялось от каждого миллиардами долларов. То есть мы бы не ждали бы 2 миллиарда от международного валютного фонда, а мы при грамотной политике с Олегами получили бы 10 миллиардов. Понимаете? Да, они прошли бы очистку, для всего мира они стали бы респектабельными людьми. То есть нужно дать что-то разумеет. А не через призму того, что давайте мы их посадим, давайте мы у них заберем. Это путь в никуда, ни у кого не понимает. А весь остальной бизнес, вот остальной весь бизнес, кроме вот этих первых там 20-30 человек, амнистия под ноль, нулевое декларирование для всех, льготное налогообложение, либеральное законодательство, тот путь, который делает Южная Корея, Сингапур, Китай для развития, технопарки, Турция как поднималась. И все, и побежали развиваться, работать и двигаться вперед. Юрий Антонович, а вот те, что декларует влада в контексте деолигархизации, пропонуя відповідный законоправитель про олигархизацию, это что? Это политика. Это просто политика, это пиар, потому что, вот смотрите, команда 95-й квартал – это гении. Ну, объективно гении, потому что ни одна шоу-программа… Ну, в своей гумористичной царе не так. Нет, нет. В принципе, во всем в пиаре, в политологии, во всем. Потому что ни одна шоу-программа не смогла взять стопроцентную власть в крупной европейском государстве. Не было прецедента в мире. Ни оправу инфри, ни какие там бразильские сериалы, не стали ж вот эти, что там снимали про эту там Мариану или там богатые тоже плачут, они ж не стали потом парламентом Бразилии управлять, да? Хоть их смотрел весь мир. Миллиардные были доходы, да? Не смогли. Голливуд не влияет, при том, что он колоссальный по бюджету конгломерат, огромное количество, миллионы людей работает. Влияет он на политику, но он же не взял власть в Соединенных Штатах Америки и так далее, да? То есть это гениальные люди, надо это признать объективно, да? Просто понимать, куда эта гениальность направляется. А теперь дальше идет ситуация, что востребовано. Пане Юрия, дорогие, вам зараз можно закинуть и загадать, например, приклады того же Рональда Рейгана, что, правда, перед президентством он прошел, соответственно, школу и мав бы крав. Ну, смотрите, вот вообще не тот пример, как оказывается с Рональдом Рейганом, потому что одно дело, молодой человек снимался в кино и имел специальное образование, после этого он пошел в партию, после этого он проходил все ступени от штата. Ну, Гильдия Киноакторева, че ли? Да, проходил все ступени от штатов, губернатора штата, конгрессмена, проходил выборы. Это совсем другая ситуация. А Шварценеггер? Ну, Шварценеггер на хайпе сделали его губернатором штата. Ну, так что такое губернатор штата? Это же не президент ни страны. Да, он был губернатор штата. Можно что-то изменить губернатор в политике Соединенных Штатов? Ну, он побыл в самом богатом штате Калифорнии, он побыл губернатором. Ну, хорошо, да. Это была дань его тоже имени. Ну и все. Так самое главное, что Зеленский может тоже все изменить. И время есть у него, и есть возможности. Просто это нужно наполнить системным подходом. Так, как это звучит, вот давайте закон. Так а зачем закон? Я же не зря сказал, что нету в мире закона. Это как был до этого закон о ворах в законе. Да, вот закон о ворах в законе. Так, я рада национальной бесплатной обороны. У них должен быть закон, это бандитизм, рэкет, похищение человека, вымогательство, кража. И они должны сидеть по этим статьям. И мы должны только фиксировать, что у нас лидеры преступных организаций, либо выдворенные из страны, либо сидят, мотают срок. Точка, все. Я всех призываю к оптимизму, потому что вот такая макроэкономическая конъюнктура для Украины позитивная. Другое дело, что у нас плохо с перераспределением наших средств и богатств. Одни богатеют, другие беднеют. И призываю вот к такой общественной активности отсутствие апатии. Потому что если мы будем апатичны, мы будем консервировать, соглашаться с тем, что происходит. Если мы будем слушать, смотреть, думать, выбирать, двигаться, но только конституционным путем, потому что любые революции делают свою страну только хуже, то тогда мы поздно или рано все равно придем к точке развития. Я верю в цикличность историческую. Я в памяти, у меня все равно Украина Ярослава Мудрого. И когда в крови всех королевских домов Европы было очень... Все стремились иметь украинскую кровь, потому что это была страна городов и страна, которая влияла на всю историю тогда цивилизованного мира. Поэтому, исходя из цикличности истории, я верю в процветающую Украину. Дякую за вашу активность, за те, що були упродовж майже цієї години разом з нами. Юрій Атаманюк, видатний економіст, був гостем цього прямого ефіру. Я думаю, що ще з вами зустрінемося у прямого ефірі багаторазово. Бажаємо всім міцного здоров'я, оптимізму. Будьте з нами, бережіть себе. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!